с этим видео уроком мы начинаем с вами курс ретушь портрета от а до я в курс войдут уроки по восстановлению ретуши кожи мы разберем с вами метод частотного разложения прием dodge and burn научимся чистить и разглаживать кожу придавать ей приятные интересные оттенки и цвета восстанавливать текстуру а также нас ждет несколько практических уроков где мы потренируемся поработать с портретами и сегодня нас ждет один из методов частотного разложения а мой урок отличается от других тем что я вам предоставляю фотографию на которой вы будете вместе со мной тренироваться и этот метод изучать как показывает практика такой подход наиболее оптимальный для новичков в ретуши постараюсь быть максимально кратким понятным произложение уроков по ретуши и обработки портретов с вами интерактивная фотошкола арт фото life меня зовут серджио и поехали фотография с которой я буду сегодня работать нам любезно предоставил замечательный фотограф алекс бонд и его группа вконтакте raw bank поэтому жмите на паузу скачиваете фото по ссылке под видео я даже больше скажу портрет который вы обработаете вы сами можете разместить своих соц сетях как свою работу по ретуши надо только сослаться на автора подробности об условиях чтобы не нарушать авторство находится также в описании к этому видео предлагаю переместиться на компьютер и так друзья фотография с которой мы будем сегодня работать у меня открыто в lightroom и я сделал уже первичную обработку фотографии осуществил базовые настройки цветокоррекцию и для того чтобы у нас точка старта была абсолютно одинаковая когда мы зайдем с вами photoshop то по ссылке под видео вы заберете это изображение заберете созданный пресет который примените к этому изображению вот такое оно было изначально примените crop как у меня или оставите как есть как вам больше нравится и после этого уже откроете фотографию photoshop и мы начнем с вами обрабатывать эту фотографию и делать ретушь кожи модели если по какой-то причине ваш компьютер откажется открывать raw файл то там же в этой папочке будет лежать файл dng который будет уже содержать все настройки которые я выставил и если у вас будут проблемы с открытием raw файла вы соответственно тогда открываете файл dng открываете его photoshop и обрабатываете эту фотографию вместе со мной а теперь давайте сделаем экспорт photoshop для этого нажмем сочетание клавиш control е если photoshop предлагает использовать встроенный фильтр соглашаемся кликаем ok и так наша фотография открылась в рабочем пространстве photoshop и сегодня мы с вами будем работать с частотным разложением частотное разложение которое я сегодня покажу это базовый основной уровень это очень легко и просто понять новичку который с photoshop даже столкнулся впервые следующем курсе интенсив мы с вами будем изучать уже более сложное частотное разложение мы поработаем с микс кистью это когда вы как художник практически меняете тональность изображения прокрашивая те или иные участки сегодня же наша ретушь очень простая доступная но в то же время очень эффективная итак друзья начинаем первым делом мы создаем две копии изображения нажимаем сочетание клавиш control джей еще раз control джей два раза кликаем на название слоя один и меняем название на слово тон можно работать в русском пространстве но если вы работаете с горячими клавишами переходите на английскую раскладку иначе ваши горячие клавиши могут не работать теперь переименуем верхний слой кликаем на название два раза и назовем верхний слой текстура итак мы сделали базу для частотного разложения мы будем работать с двумя частотами и как вы уже поняли что у нас нижний слой будет отвечать за тон кожи изображения а верхний слой будет отвечать за текстуру самый нижний слой который находится под замочком фон его никогда не трогают его оставляют чтобы первый источник всегда оставался цел и невредим теперь в слое текстура нажимаем глазик и отключаем этот слой он становится у нас невидимый кликаем на пространство нижнего слоя который мы назвали тон он у нас выделился вот таким светлым прямоугольником значит данный слой активный также это нам подсказывает рамочка вокруг миниатюры изображения что мы делаем дальше мы идем фильтр размытие размытие по гауссу и теперь здесь нам нужно подобрать такое значение радиуса которая размылит и скроет все недостатки кожи мелкие недостатки само изображение при этом не должно быть сильно заблюрена сильно размыто и так неважно какое значение у вас стояло по умолчанию вы полностью убираете радиус до конца влево и теперь постепенно двигаете его вправо можете останавливаться и рассматривать изображение я думаю что на этом значении 8,4 я становлюсь как показывает моя практика это значение колеблется от 6 до 10 и зависит она от размера изображения чем больше размер вашей фотографии тем больше вам необходимо накладывать радиус размытия теперь кликаем ok кликаем на верхний слой он у нас выделился стал активным нажимаем глазик далее переходим в изображение внешний канал и теперь друзья сделаю небольшую паузу в названии закладки вашего изображения который находится вот здесь вы можете увидеть размерность вашего изображения в канале rgb у меня это 16 битное изображение и если ваше изображение будет 8 бит то настройки которые мы сейчас будем выставлять они будут выглядеть немного иначе все остальные действия какие бы вы не предпринимали они абсолютно идентичны что для 8-битного изображения что для 16-битного изображения поэтому сейчас я выставляю настройки для 16-битной фотографии а после этого на экране покажу какие должны быть настройки для 8-битного изображения и так что мы с вами делаем параметре слой мы кликаем на галочку и выбираем ниже лежащий слой который мы назвали тон после этого мы кликаем на галочку инвертировать наше изображение сразу стало таким сереньким графитным непрозрачность у вас должна стоять сто процентов вот эти две галочки сохранить прозрачности маска они должны быть не активны масштаб ставим 2 сдвиг 0 режим наложения выставляете добавление кликаем ok теперь вот в этом меню нам необходимо поменять режим наложения самого слоя по умолчанию он всегда стоит как обычный мы его меняем на линейный свет далее зажимаем кнопочку shift выделяем оба слоя текстура и тон нажимаем правую кнопку мыши кликаем группы и слоев и называем этот слой частотка кликаем окей раскрываем папочку и теперь мы будем с вами работать 100 новой составляющей нашего изображения пока мы не приступили к работе хочется отметить что главной фотографии это конечно же свет и чем вы лучше и качественнее умеете работать со светом тем меньше вам придется потом обрабатывать свое изображение структура нашего тела далеко не идеально она у всех разное имеет абсолютно индивидуальные какие-то особенности к тому же наше лицо и кожа может содержать возрастные и мимические морщинки и при неправильно выставленном свете тени которые падают на неровности на морщинки они только усиливают их и делают более видимыми правильно выставленный свет он может сделать человека моложе потому что морщины практически будут незаметны они правильно выставлены свет он наоборот молодого человека может сделать старше и на коже появятся всякие бугры неровности мелкие видимые морщины и задача частотного разложения как раз устранить недостатки которые вы получили при съемке если каким-то образом неправильно выставили свет это что касается тона что касается текстуры то там мы с вами будем работать с мелкими недостатками кожи прыщики возрастные морщинки пигментные пятнышки все это можно спокойно удалить теперь давайте выделим и сделаем активным слой тон выбираем обычное лассо растушевку делаем 15 пикселей кликаем сглаживание и давайте с личиком нашей модели мы поработаем немного попозже а сейчас поработаем самим телом сочетанием клавиш control плюс я увеличиваю изображение нажимаю и удерживаю пробел у меня вместо курсора появляется лапка и теперь я левой кнопкой мыши могу изображение передвигать зажимаем левую кнопку мыши в нижнем углу аккуратненько ведем вот таким вот образом по плечику проводим вот здесь вдоль косточки замыкаем наше лассо дальше идем фильтр размытие размытие по гауссу и теперь друзья нам нужно подобрать такое значение радиуса в пикселях который разгладит тон и свет на нашем изображении но настройки верхнего слоя нам помогут при этом сохранить текстуру и мы ее практически не потеряем это вот такое вот хитрое размытие она не просто блюрит картинку а сохраняет при этом текстуру кожи и так у нас по умолчанию стоит предыдущее значение 8,4 давайте посмотрим что будет если мы очень сильно размоем картинку обратите внимание на больших значениях кожа теряет свою естественность пропадает практически полностью тень и сама кожа выглядит неестественной и нам нужно подобрать такое значение которое сохранит естественность тона кожи модели давайте мы с вами остановимся на значении 30 пикселей кликаем ok control 0 масштабируют изображение по всему экрану мы увидели как с вами работает данный инструмент теперь будем постепенно обрабатывать каждый участок изображения где неровно падает света теневой рисунок и неровно отражается тон кожи и так я аккуратненько выделяю вот этот вот участочек и теперь друзья параметры фильтра размытия по гауссу у нас сохранились и для того чтобы нам каждый раз не проходить в этот фильтр вы можете нажимать фильтр и сверху у вас будет стоять самый последний параметр который находится в памяти photoshop либо вам подсказывают как вы видите сочетание клавиш alt control f кликаем участок изображения размылся идем дальше теперь я выделяю вот этот вот участочек работая с данным инструментом старайтесь не задевать резкие детали губы глаза работайте только с теми областями которые выглядят как сплошное полотно тогда ваше выравнивание будет работать очень хорошо и достойно и теперь как вы заметили у нас есть такие явные переходы в тех местах где мы проработали и разгладили тон у нас картинка выглядит красиво бархатно это он выровнялся в этих местах у нас лежит тень здесь нам сильно блюрить не нужно и мы немножко блюр этого места сделаем слегка послабее давайте я выделю этот участок который мы изначально не затронули мы его выделим и проработаем с ним отдельно теперь нам все-таки придется перейти фильтр размытия размытия по гауссу и сделать его слегка поменьше значение 11 пожалуй будет самый раз кликаем ok control d снимем захват теперь давайте посмотрим на было стало и так было стало ну согласитесь разница очевидная но тем не менее кожа потеряла свою естественность она стала как бы такой скажем восковый мы это поправим чуть-чуть позже следующим шагом мы с вами поработаем с лицом модели давайте сделаем изображение покрупнее чтобы у нас личико было на весь экран и сейчас мы будем подбирать размытие по гауссу именно для лица работаем все с тем же инструментом лассо давайте мы с вами выделим участок вот здесь под глазиком пройдемся мимо носика и вот этот участок постараемся с вами выровнять тень не затрагиваем так отлично теперь переходим фильтр размытия размытия по гауссу как всегда запоминается последнее значение давайте мы сделаем его чуть-чуть посильнее пожалуй значение 2930 будет самый раз кликаем ok теперь давайте также проработаем аккуратненько правую сторону лица для нас правой для нее она левая не задеваем резкие контуры носик глазки работаем аккуратно как вы помните значение сохранилось теперь нажимаем только сочетание клавиш alt control f и кожа разгладилась теперь выровняем кожу вот здесь вот control d сняли выделение control 0 вернули масштаб давайте посмотрим на было стало было стало и до кожа модели стала слишком заблюренной и для того чтобы нам вернуть естественность этой картинки мы просто навсего изменим непрозрачность слоя тонн для этого переходим вот сюда в непрозрачность пожалуй значение 75 будет самый раз как подсказывает практика на женских крупно лицевых портретах у меня это значение колеблется в значении от 70 до 90 если вы работаете с мужским портретом вам соответственно нужно сохранить некую брутальность в непрозрачный слой а тонн можете убавить сильнее до 60 до 50 это уже индивидуально и универсального рецепта не существует и так давайте я сделаю покрупнее так и теперь посмотрим на было стало и так было стало control 0 теперь переходим в слой текстура кликаем на него делаем его активный вот он у нас выделился теперь мы будем работать с морщинками прыщиками ненужными нам родинками и пигментными пятнышками если они на коже у нас остались для этого выбираем инструмент восстанавливающая кисть жесткость выставляем ноль процентов режим нормальный источник активируем сэмпл кликаем на выравнивание образец активный слой диффузия значение 5 увеличиваем изображение квадратными скобками уменьшаем размер восстанавливающей кисти и давайте начнем вот с этого крупненького прыщика и так для того чтобы нам убрать этот прыщик нам необходимо навести на соседнюю область изображения которое похоже по цвету и по тону подобрать размер который будет чуть чуть побольше того места которое мы собираемся убирать в данном случае чуть чуть побольше этого прыщика зажимаем кнопочку alt у нас появляется такая вот маленькая мишень кликаем левой кнопкой мыши образец у нас захватился в кружочке появилась вот такой вот серенькое пятнышко и мы перетаскиваем его вот сюда на этот прыщик даже пожалуй я сделаю размер чуть побольше чтобы полностью его закрыть и кликнул давайте посмотрим было стало как вы видите у нас прыщик полностью ушел то же самое аккуратненько мы можем проделать с другими частями например со светлыми вот с этими блестками давайте с вами проработаем что-то более сложное например у здесь на носике у нас свернулся тональный крем мы зачистим его я делаю размер кисточки поменьше зажимаю и удерживаю alt появляется мишень выбираю соседнее изображение и кликаю несколько раз чтобы убрать этот недостаток на коже можно также зажимать кнопочку и водить ей как кистью так тоже будет работать и так аккуратненько не спеша полностью это дело устраняем так носик мы поправили теперь давайте проработаем с вами вот эту вот морщинку квадратными скобками делаем кисточку немного побольше и так соседней области и прокликиваем морщинку как видите я образец беру то с одной стороны то с другой таким образом данная морщинка она является как бы границей а текстуру кожи я как бы стягиваю накладываю друг на друга и таким образом эту морщинку закрываю надо отметить что работа с текстурой очень сложная и кропотливая и поэтому как правило любой коммерческий фотограф в своей работе предлагает 123 глубоко отретушированных портрета а большая же часть фотографий который составляет порядка 90 процентов это как правило полно ростовые поясные портреты которые не требуют такой глубокой ретуши потому что из-за того что лицо модели не крупная там этих мелких недостатков и так не видно и любой фотограф вполне может обойтись обычной ретушью в lightroom и доработки тональности и светотеневого рисунка фотошопе итак друзья основные принципы работы с текстурой я вам показал я продолжу работать с портретом убирать другие мелкие недостатки на коже для вас время пройдет быстро через черный экран а основную методику как с этим работать как устранять недостатки различного типа я вам показал итак друзья я закончил ретушь фотографии тем же самым способом который я вам показал я удалил пигментные пятнышки на плечиках удалил прыщики особо крупные поры убрал также с губок свернувшуюся помаду и теперь у нас модель выглядит как с обложки глянцевого журнала я думаю что девочка останется просто довольно давайте сделаем немного покрупнее чтобы посмотреть те изменения которые мы с вами осуществили и так кликаем на глазик частотка и смотрим что у нас было и так было стало было стало вот такой вот нехитрый но очень эффективный метод которым вы сегодня владели но не забывайте что когда вы работаете с частотным разложением ваша фотография слегка теряет объем потому что мы с вами выравнивали переходы между светлыми и темными участками таким образом мы потеряли на изображении немного объема для того чтобы усилить объем на нашем портрете существует много других способов которые мы с вами в этом курсе обязательно изучим также в данном курсе мы с вами будем работать непосредственно с глазами также в этом курсе помимо усиления объема мы с вами обязательно проработаем ретушь глаз поэтому если ты не подписан еще на мой канал обязательно подпишись и сохрани плейлист данного курса у себя в закладках и если ты даже пропустишь выход нового ролика ты всегда в плейлисте найдешь урок по курсу ретушь портрета а на сегодня это все друзья мои желаю вам творческих высот всем пока и до встречи на следующих уроках на этом друзья все а если ты впервые на моем канале переходим в инстаграм по ссылке под видео и после подписки тебя ждет подарок набор из моих 20 пресетов pack universal друзья надеюсь видео было полезным а лайк будет лучше для меня мотивации продолжать снимать для вас полезные интересные видео по обработке фотографий желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч до новых встреч